виталий приветствую тебя традиционный эфир обсуждаем снова рынки с точки зрения фундаментального анализа с учетом также технических интересных моментов и вводных если их удается конечно же обнаружить все друзья делаем для вас чтобы было больше оснований для открытия торговых сделок больше опять же более лучшее представление о том что на рынках сейчас происходит потому что финансовые рынки остаются такими же интересными собственно как и в прошлом году опять же ориентируясь на 2023 год очень много прогнозов о том что в этом году мировую экономику ждет серьезный финансово-экономический кризис причем мы можем увидеть довольно активное падение фондовых рынков довольно динамичный рост рынка драгоценных металлов и так далее собственно по рынку драгоценных металлов по золу тоже видим то что в одном маленьком шаге этот актив от сопротивления 1900 долларов за тройскую унцию и возможно такие психологические сопротивления уровня будут обозначены раньше чем многие полагали я не думаю что 1900 будет так быстро как рубеж достигнут вот буквально за первой торговой сессии этого года ну что ж у нас сегодня очень хороший эфир в свете того что в пятницу были но он фарм пэрлс да и в принципе вся первая неделя 1023 года она была насыщена на события протокола последнего заседания американского регулятора я предлагаю демонстрацию крана перейти у меня как раз индекс доллара открыт так индекс американской валюты сейчас котировки 10324 если мы посмотрим на график это четырехчасовой таймфрейм то легко заметить что всю прошлую неделю буквально до пятницы этот инструмент постепенно рос и достиг практически плотной приблизился к сопротивлению 105 и 5 причем этот рост был основан на протоколах которые вышли в среду протоколах которые подтвердили что фрс до сих пор уверен что ставка еще не достигла ограничительного уровня и имеет пространство возможности для дальнейшего роста то есть на рынке все еще актуальность спекуляции что с текущего уровня четыре с половиной процента ставку повысит до пяти пяти двадцати пяти сотых процентов хотя много я уже видел комментариев представителей федрезерва что по их мнению этот ограничительный уровень находится даже повыше 5 и 5 процентов но здесь как бы не важно сейчас насколько в итоге ставка вырастет просто очевидно что фрс на текущем этапе не намерен оставить на паузу проводимую политику жесткую монетарную политику какой-то период времени будет ее еще повышать я думаю что февраль-март это два ближайшие заседания точно соответственно два заседания когда ставка будет повышена снова даже если это будет скромный шаг скромнее чем прошлый всего лишь на 25 байсных пунктов за раз то ставку поднимут в любом случае до пяти процентов вернемся к протоколам на протоколах на жесткой турики федрезерва индекс доллара вышел на новый локальный максимум потом вышел отчеты dp который перед но он фармами нам предварительно показывает какими цифрами в итоге может характеризоваться рынок труда прошлого месяца хорошие цифры подогрели еще больше интерес к доллару и в пятницу опять же когда вышли данные по нонфарм пэрлс общее количество новых рабочих мест выше прогноза 223 тысячи прогноз был 200 тысяч и уровень безработицы фактически вернулся значением которое мы видели до пандемии три с половиной процента на этом фоне индекс доллара обвалился конечно же сейчас после того как все вроде как позади считают что основная причина разворота по доллару это компоненты вот этого отчета нонфарм пэрлс которые подтвердили показали что заработные платы растут не так динамично как раньше соответственно если не растут заработные платы то инфляция по идее должна и дальше снижаться а если инфляция будет снижаться и дальше то фрес может раньше чем прогнозировать все-таки нажимать на тормоз в этой политике более высоких процентных ставок я считаю что на самом деле на мой взгляд такая аргументация она недостаточно чтобы можно было бы оправдать вот такой обвал по индексу доллара который случился мы вернулись к значениям которые видели в конце прошлого года из которых начинали прошло вензелью и я еще сторонник того что все таки в первом квартале 1023 года доллар достигнет как раз своих локальных максимумов и поскольку я ожидаю что после первого квартала фрс сделает конкретное заявление о том что достаточно жесткой монетарной политикой я предпочитаю пока что придерживаться длинных позиций по индексу доллара и на долгосрок рекомендую в принципе рассматривайте этот инструмент на долгосрок на ближайшие три месяца как актив на покупку золото тысяча восемьсот семьдесят четыре доллара за трость концу здесь по-прежнему нужно говорить о рыночном позиционировании индексе рыночных настроений сегодня и вовсе были рекордные показатели вообще исторические можно сказать потому что я в моменте наблюдал за активностью большинства и меньшинства продавцов купателей и был перекос восемьдесят восемь двенадцать то есть восемьдесят восемь процентов трейдеров золото шортило это кстати позиционирование сохранялось конца прошлой недели и вот буквально как раз под конец прошлой недели мы увидели такой импульсный рывок наверх который позволил золото сначала перевалить за 1860 1870 и вот оказаться выше что дальше вот в моменте сейчас по настроениям существенного изменения не произошло то есть толпа в продажах я допускаю что рынок в связи с этим пойдет еще выше 1900 1920 а учитывая как интенсивно рынок драгоценных металлов рос под закрытие пятичной сессии я думаю что потенциал роста на 20 30 долларов вот сейчас можно рассматривать даже в каткосрочной перспективе лично я не удивлюсь если это движение будет показано буквально за одну торговую сессию к тому же 1900 долларов за тройкунсу это такой психологический рубеж как правило на таких круглых цифрах очень большое количество скоплений ордеров причем разного характера и тест консолидация проторговка рядом с такими психологическими рубежами сопровождается интенсивными движениями я думаю что по инерции после теста 1900 золото может улететь существенно выше поэтому тем кто привык искать кому нравится анализ рынка с учетом психологии большинства и меньшинства сейчас пока что попутный ветер в сторону того чтобы золото росло и дальше так краткосрочная сделка с учетом пятичных данных по рынку труда канады это пара доллар канадец котировки сейчас 1.3392 я рекомендую прям не задумываюсь шортить целями 1.3230 1.32 рынок труда явно порадовал тех кто следил за канадской статистикой потому что по факту количество новых рабочих мест составило 104 тысяч это почти в 15 раз лучше чем ожидали эксперты прогноз был в районе 8 тысяч уровень безработицы снизился и я сегодня также на своем брифинге отмечал что еще в свете последнего отчета по инфляции существенно выросла вероятность того что банк канады на заседание в конце этого месяца повысит процентную ставку может быть даже на 50 байсных пунктов на 25 уж точно я думаю что на этой идее до конца месяца у канадской валюты будет больше шансов чтобы упрощить свои позиции поэтому потенциал текущей сделки вот которые я обозначил это почти 200 пунктов я считаю что достойный целевой агентир и буквально еще пару слов про рынок нефти 80 30 сейчас по бренду вроде бы как рыночное настроение сейчас за то чтобы риск рос и нефть относится тоже к рисковым инструментом и локально действительно позитивная динамика наблюдается по этому активу но я думаю что это временное явление нефть еще не исчерпала потенциала своего снежения особенно в свете вот ковидной нездоровой темы в китае после смягчения антиковидных ограничений и полагаю что этот фон еще аукнется для всего рынка именно сырьевых инструментов углеводородов которые очень тесно аккоррелируют с показателями спроса на нефть со стороны ведущей экономики мира по потреблению углеводородов это китай поэтому качестве сделки могу предложить сел стоп с уровня 79 с тейк профитом в районе 70 73 долларов за баррель то есть это почти 10 процентов я думаю что нет еще легко может пролететь и опять же такой рубеж виталий слово тебе так приветствую всех и так ну я бы добавил еще помимо тех новостей которые ты добавил пятничных да по нонфармом там выходили также данные pmpi правильно и они вышли достаточно плохие очень плохие о чем это нам говорит это нам говорит о том что рынок скажем в такой такой мягкой рецессии да и я думаю что в дальнейшем данные будут еще хуже выходить да потому что пошел же такой небольшой нисходящий локальный тренд по этим данным поэтому вот это очень сильные сильные новости поэтому на это стоит тоже обращать внимание если в долгосрочной перспективе рассматривать там индекс s&p 500 я думаю это будет негативно влиять хоть как ты отметил по поводу того что хорошие данные по нонфармом возможно фрс будет не так агрессивно повышать ставки но я думаю что уфа у банка фрс свои цели они будут дальше их повышать то есть у них инфляция они хотят сильно снизить поэтому они будут повышать то что инфляция понятно что выйдет все время будут выходить ниже из-за скажем той же нефти да она все ниже ниже других данных которые выходят с сша поэтому посмотрим посмотрим дальше по поводу китая да там как видим после прихода к власти повторно скажем так закрепился достаточно сильно си цзиньпин да и кинул он всех он вот эти скажем закрыл эти ограничения все которые поднимались то есть во всем мире скажем этого к вида нету ну как бы он есть да но а в китае он бушует ну как то странновато было как как по мне да плюс не забываем бразилия да на этих выходных тоже скажем как я уже помнишь в прошлом году мы когда заканчивали я говорил что нас 2023 ждет очень такой веселый и бразилия вот этому подтверждение то есть победил президент на еще прошлом году там конце года и что он сделал то есть если кто не следит то есть прошлый президент который был он продал все ресурсы скажем так зарубежным компаниям то земли предприятия этот новый пришел и отменил это все то и все для народа что с сделали хотят сместить да я думаю что в ближайшее время у нас этот год будет достаточно сильный такой турбулентный поэтому это повлияет на фондовый рынок долгосрочной перспективе негативно и snp у нас будет падать плюс фрс сокращает очень сильно каждый месяц сокращает скажем доллары на рынке поэтому я думаю что это основной фактор за счет чего растет фондовый рынок то есть эти все показатели фундаментальные которые мы там отслеживаем там условно не так сильно влияют как политика фарс по печатанию денег и сокращению их на рынке что касается рынка технические точки зрения давайте рассмотрим по поводу нефти я с тобой согласен нефть в каждом долгосрочной перспективе я вижу вниз то есть у нас по данному инструменту достаточно мощный тренд вниз пока он не сломлен говорить о каких-то скажем каком-то сильном росте сложно говорить пока мы находимся ниже ну видно такой четкий тренд за последние там полгода он сформировался я бы рассматривал шорт как и ты да но точки входа у меня другие немножко я бы где-то вот рассматривал чуть повыше примерно если мы где-то будем болтаться в районе восемьдесят один восемьдесят два пятьдесят то есть вот эта зона я бы выделил и рассматривал там шерты набирал было шерты то есть у нас плюс как видим прошлый месяц декабря сильный импульс вниз то есть такой мощный тренд даже еще позапрошлого месяца ноябрь декабрь сильный тренд плюс у нас начало текущего месяца был локальный тренд мы его сломили и снова мощные два импульса вниз две дневки слили то есть я думаю что если здесь будет хорошее накопление я сам буду где-то примерно входить в шорт уже по факту если нарисуется хорошая картинка так для тех кто нас смотрит я бы рекомендовал шортить скажем данный инструмент цели это обновление минимумов декабря прошлого года минимума до 75 и ниже да это что касается нефти что касается валютного рынка такой он сложный на текущий момент так как у нас пятницу я думал что у нас вот эта коррекция которая началась в начале месяца она чуть под затянется повыше но скажем пятница сломила эти все ожидания мои да я еще покупал это не был неплохой лонг и на текущий момент говорить о покупках сложно я бы здесь если покупал я бы подождал когда мы сломим вот этот пятничный импульс вниз нужно его перекрыть чтобы говорить о дальнейших покупках так как возможно все похоже на то что мы будем дальше падать я пока шортить не буду так как мы на минимумах трендах я такое не люблю буду ждать какой-то хорошей формации для того чтобы купить данный инструмент контртренд да дальше ну по поводу s&p 500 давайте рассмотрим а вот кстати вот ты отслеживаешь рынки его европы фондовые индексы да там интересный факт в том что вот если взять fuci 100 как 40 dax там все эти индексы ну если взять там французские британские одни обновили максимума да как локальные так и условно вот если взять мне сильно удивил британский индекс смотри мы находимся на так скажем на исторических максимумах да то есть учитывая что такой парадокс да в британии сильные проблемы инфляция экономика скажем так чуть-чуть накрылась да и фондовый рынок растет к чему это видео ведет все все ведет к тому что все зависит от денег да печатают деньги дают на рынок рынок растет поэтому не исключаю что что-то может сильно показать s&p 500 хотя я по данному индексу медведь да напомню прошлый раз когда мы с тобой общались где-то две недели почти назад да я был по данному индексу говорил о покупках где-то вот на этих уровнях поддержки стоит рассматривать покупки мы локальные отрасли я здесь глобально буду искать черты так как пока мы находимся ниже скажем аналогично какие по нефти у нас идет сильный тренд вниз вот мы приблизительно где-то на этой неделе возможно будем эту область тестировать и где-то в этой области если появится хороший паттерн шорт модель да я буду рассматривать шор стекущих не буду так как не исключаю повторения вот этого даже немецкого индекса французского британского то что мы можем хорошенько подрасти обновить вот эти максимумы вот это такие мысли по поводу кстати кто интересуется акциями я думаю что компании а маркетс есть тех кто не только да наш любимый индекс доллара торгует s&p 500 есть многие которые торгуют акции здесь достаточно хороший перечень торговли акциями есть и поэтому я еще на прошлой неделе на своем youtube канале давал рекомендацию на покупки акций facebook мы это да это новое обозначение после ребрендинга в прошлом году или позапрошлом в районе 115 я давала рекомендации но на текущий момент акции есть еще потенциал для роста мы пробили сильное сопротивление 124 закрепились на прошлой неделе выше и здесь открывается хороший потенциал поэтому кто ранее не смог кто ранее не смотрел мои рекомендации на facebook в моем youtube канале я бы дальше рассматривал покупки все что выше 124 ребята можете покупать потенциал достаточно хороший почему то есть смотрите вот что у нас фейсбуком произошло на прошлом году вышли плохие отчеты да как мы будем помним помним и коррекция практически на 70 процентов спиков на спик практически был на 400 долларов мы опустились на 100 то есть это ну под 70 процентов да если там закруглить поэтому даже технический отскок возможен но при наличии паттерна а паттерн появился здесь очень хороший я кстати на своем youtube канале снимал рассказывал подробно что здесь за паттерн и он неплохо начал отрабатываться я думаю здесь потенциал возможна достаточно неплохого роста в район там 150 возможно даже 200 на если не выше поэтому таримся акциями фейсбука обязательно соблюдаем риск-менеджмент потому что риск-менеджмент это очень важная фишка вдруг произойдет скажем вот этот дальнейший обвал акции поэтому чтобы не сидеть просадки несколько лет ну добавить можно еще неплохо смотрится джонсон и джонсон тоже советовал ранее покупать мне кажется он дальше будут расти плюс не добавил графики неплохо возможно какие-то намеки рисуются на акции тесла и apple там пошли небольшие заходные импульсы возможно произойдет скажем коррекция в этих акциях там очень сильные нисходящие тренды сигналы не сильный но так скажем стоит присмотреться возможно где-то позже выпущу более детальный релиз по этим акциям конечно можно застраховаться от этого всего чуда индексом страха в x да то есть на компания market есть такая возможность это очень хороший индекс страховаться против рынка у нас здесь образовался достаточно мощный уровень в районе 22 22 с половиной по данному индексу немножко зажимает вниз но в принципе у нас можно попробовать его купить застраховаться от этого всего на фондовом рынке с общим стоп-лоссом где-то в районе там 21 50 если скажем форс-мажор произойдет на этой неделе то есть у нас достаточно мощные новости по инфляции если не ошибаюсь еще там будет да еще там несколько будет поэтому возможно будет прострел сильное накопление чуть-чуть конечно поджимать я бы здесь подождал но скажем для зрителей так как у нас выпуск понедельник возможно присмотреться к покупкам обязательно стоп-лосс так как не исключаю излом этого всего и рост и сын пи напомню что на своем youtube канале я ранее уже анонсировал кто еще не подписался подписывайтесь вот у нас прошлый раз когда мы с тобой общались это было практически две недели назад вот я аналогично загрузил наш видео обзор и после этого я еще несколько обучающих роликов записывал потом торговых рекомендаций вот по фейсбук по биткойну по эфиру по золоту да по 7500 по серебру записывал хорошие торговые рекомендации то есть там есть раздел так скажем торговые рекомендации да и аналитика аналитика это скажем такое скажем поразмыслить вот допустим вот раздел аналитика и торговые рекомендации торговые рекомендации это конкретно когда я даю точку входа куда стоп ставить отмена сценария и так далее поэтому кто скажем еще не подписался я ссылочку кину под видео обязательно записывайтесь так как у тебя есть возможность каждый день выходить да на канале и корректировать свой прогноз условно если что-то изменилось на рынке с фундаментальной точки зрения с технической да у меня возможность только раз выходи да и поэтому подписывайтесь будут хорошие рекомендации я буду их давать если не будет не буду давать да вот таком формате ну и принципе все спасибо виталий за твои рекомендации за наблюдения по рынку вообще за прогноз я думаю что действительно 2023 год будет интересно в плане волатильности я надеюсь что события тоже будут но хочется верить что не такие как прошлом году но в то же время конечно же волатильность она подразумевает что фондом быть довольно сложным заранее мы всегда с виталием делаем акцент на обязательный контроль риск менеджмента потому что как бы вы не были уверены друзья в конкретном раскладе и потенциальном поведении активов все может быть ровным счетом и наоборот виталий еще раз тебе большое спасибо за то что нашел время давай тогда вместе следить и через неделю снова подведем итоги посмотрим если будет что-то интересное обязательно прокомментируем и согласен с тобой что впереди еще один серьезный инфоповод это данные по инфляции которые потенциально даже круче чем нонфармы и протоколы которые вышли на прошлой неделе спасибо тебе виталий на связи пока удачи